Известно, что белорусские и российские историки совместно подготовили монографию об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Расскажите поподробнее об этом издании. Вы понимаете, то, что мы уже 20 лет являемся самостоятельным государством, это с одной стороны и очень хорошо во всех отношениях, но с другой стороны и трудности для нас, для историков. Почему? Потому что архивы все остались в России. Главные архивы – это Министерство обороны, бывший архив ЦК, военные все архивы. И с каждым годом работать там нам все труднее и труднее. Поэтому мы ищем всякую возможность для кооперации с российскими, с украинскими историками, польскими и так далее, для того, чтобы вырабатывать какой-то общий взгляд. И тут вот нам повезло, мы с институтом все общие истории подготовили, задумали такой план. Вот в 10-м году у нас вышла работа, 41-й год, «Страна в огне» в двух томах. Мы планировали, что вот в этом году, в прошлом году завершили подготовку 2-го, 3-го и 4-го тома. Но проблемы, это у нас совместный труд российских, белорусских и украинских историков. Но вот выход 3-й и 4-й, так не под большим сомнением. Разработка 5-й и 6-й, ну по передам войны, тоже под большим вопросом. Но будем стараться, что сделаем. Мы с институтом военной истории, в связи с 70-летием освобождения Беларуси, подготовили или в прошлом году, целый год работали над такой темой освобождения Беларуси. В которой постарались показать, ну как бы, обоюдный взгляд российских и белорусских историков. Ну там, так как это институт военной истории, генштаба российской армии, люди военные, они военную часть смотрели. У них какой плюс? Архивы все на месте. И эта книга состоится из двух таких частей. Аналитическая часть, то есть мы показываем ситуацию белорусской историки, которая была на территории Беларуси, показываем процессы взаимодействия именно в 1943-1944 год. Но главный упор делаем на документы во второй части. Документы именно Центрального архива Министерства обороны. Это документы ставки Верховного Главнокомандования, командования фронтов. То есть те документы, которые ранее нам не были известны. Я думаю, что эта работа будет встречена прежде всего теми, кто занимается серьезными вопросами освобождения Беларуси, вопросами операции «Багратион». С большим интересом и вниманием она окажет определенную пользу для всех, кто интересуется историей. Но это наши надежды. Как это будет на самом деле, трудно сказать. Потому что, конечно, в современных условиях, с одной стороны, интерес проявляется многим, особенно молодежью. Ну и с другой стороны, конечно, и очевиден определенный нигилизм к этим событиям. То есть это уже мало кого трогает. И, конечно, задача военных и гражданских историков, которые занимаются, чтобы создать наиболее правдивую версию. Потому что, конечно, история – это вечно живая наука. И никто не может, допустим, авторы, создатели в свое время 12-тонной истории Второй мировой войны думали, что они уже как бы поставили точку на этом. Нет, конечно. Или, скажем, авторы Великой Отечественной войны. Конечно, если бы у нас было написано хотя бы 100 томов, то я думаю, что уже не было бы каких-то... А когда мы до настоящего времени еще, так сказать, не со всеми документами ознакомлены. Поэтому это пока интерпретация определенная. Но наша главная задача, в чем я вижу, в том, что не должны быть забыты люди. Чем больше будет эта история, насыщенная людьми, тем это будет и дань уважения, дань памяти. Потому что без фамилий история, она как бы... Она тоже история, она как теоретическая часть, там и так далее. Но задача историка именно и в том, чтобы все эти подвижи, которые были совершены, чтобы они были каким-то образом заактированы, записаны, и так далее, как и темные дела, которые специально, скажем, или исходя из каких-то убеждений были сделаны, они тоже должны быть известны. Тогда у нас не будет так называемых темных пятен. Продолжение следует...